Время новостей на телеканале ЛАБА в студии Людмила Никонова. Здравствуйте! В этом выпуске. Состоялась 23-я сессия Совета района с участием представителей краевой власти. Глава района отчитался перед депутатами. В чистоте зеленый свет. Лабинские школьники обратились к горожанам с просьбой навести санитарный порядок. И о вреде наркотиков и об ответственности Лабинском аграрном техникуме провели профилактическую беседу со студентами. В Лабинске состоялась 23-я сессия Совета района. На ней депутаты рассмотрели единственный вопрос о ежегодном отчете главы муниципального образования Лабинской районной администрации за 2016 год. В работе сессии приняли участие заместители руководителя департамента внутренней политики края и депутаты ЗСК. Ежегодный отчет это не только цифры процента. Это прежде всего поиск вместе с вами новых эффективных путей решения существующих проблем. 2016 год был непростым. Он стал временем не только серьезных испытаний, но и новых возможностей. Мы решали поставленные задачи в режиме существенной экономии и концентрации средств на приоритетных направлениях развития. Это безусловное выполнение социальных обязательств перед нашими жителями, реализация майских указов президента Владимира Путина, направление работы, озвученной главой края Вианином Ивановичем Кондратьевым, таких как максимальная моделизация доходов в бюджеты, улучшение услуг ЖКК, строительство новых школ, развитие курортов. Мы начали год с проведения коллегий, на которых обсудили как точки роста, так и точки застоя. В социально-экономическом развитии каждого поселения определили перспективы развития, выработали рекомендации, самые главные конкретные шаги по их исполнению. Кроме отчета главы района о работе совета в прошлом году рассказал Ринат Жарков, председатель совета. Деятельность совета в 2016 году проходила в конструктивном сотрудничестве с администрацией района, города и сельских поселений. Основной формой работы совета является сессионное заседание. В течение отчетного года на заседаниях совета рассматривались вопросы, затрагившиеся в области жизнедеятельности района. Так было проведено 17 сессий Совета муниципального образования Лобинских районов. На них принято 102 решения. Подробнее о работе сессии, о том, какие результаты достигнуты в экономике и социальной сфере Лобинского района и какую оценку получила районная исполнительная власть, мы расскажем в четверг в специальном выпуске «Времени новостей». К другим темам. Лобинские школьники призывают горожан навести санитарный порядок на придомовых территориях. Активисты раздали жителям листовки с призывом не оставаться в стороне от проблем экологии. В седьмой школе, как и в остальных образовательных учреждениях Лобинска, поддержали экологическую акцию «Чистоте зеленый свет». «Это акция по помощи экологии. Эта акция проведена для того, чтобы очистить город от мусора, загрязнения, чтобы улица и наш город сам стал чистой. Сейчас очень много загрязнений и нарушений экологии. Если эта акция будет проводиться очень хорошо и тщательно, то город станет лучше». В вопросах экологии школьница пошла еще дальше. Дарья предлагает сортировать мусор для дальнейшей переработки. «Мусор надо утилизировать, то есть стекло к стеклу, бумагу к бумагу, должны поставить специальные баки для утилизации, чтобы люди научились утилизировать. Также природный мусор, то есть грызки, яблочки и все такое, это надо тоже природу. То есть это может послужить компост для растений». Седьмые классы тоже за чистоту. Школьники поддерживают президента, объявившего 2017 год годом экологии. В Лобинске тоже есть места, требующие внимания. «Нужно взяться и поддержать город Лобинск и убраться в городе». «Есть, конечно, коммунальные службы, но в большей степени все зависит от нас самих, от жителей города. Мы сами должны улучшать свою жизнь и условия, в которых мы живем». «Мы участвуем в этой акции и хотим раздать всем горожанам листовки, чтобы они приняли в этом мероприятии участие и чтобы город стал намного чище». «Зеленая листовка» в каждый двор, а кому-то в руки лично. Дети объясняют взрослым задачи этой акции. Вместе с ними по улицам ходят председатели микрорайонов. «За время, которое мы сегодня проходим, я около одного домовладения увидела небольшой непорядок. В основном люди как-то доброжелательно отзываются, с удовольствием берут листовки, при нас читают или мы им зачитываем. Сами они очень внимательно слушают, обещают, все сделаем, наведем порядок. Я считаю, что эта акция очень важная, тем более год экологии. Ребята с удовольствием этим занимаются. Вот у нас две группы, одна там по Пушкино и далее ходят, а мы вот здесь вот по Константиново, Кольцевой, Садовой, где у нас проблемные участки, мы стараемся там». «Символическими зелеными листовками вышли школьники средних образовательных школ. Это задействованы все полностью школы. Будем стараться донести. Листовки с текстовкой идут о том, что у нас этот год – год экологии. И то, что юные экологи наши просят население принять активное участие в наведении порядка». Эта акция преследует еще одну важную цель – экологическое воспитание самих школьников. В образовательных учреждениях этому направлению уделяют достаточно внимания. «Эти акции играют большую роль. Еще в плане того, что мы-то детей все воспитываем, понимаете. Но я вот сейчас детям говорила, что чисто не там, где часто убирают, а чисто там, где не сорят. Мы должны детей приучить к этому. Мы должны приучить к тому, что действительно город наш самый зеленый, самый красивый. И чтобы он был еще и самым чистым. И надо это донести не только до детей, но надо именно устами детей донести до взрослого населения нашего города. Потому что, например, мне нравится то, что за нашей школой закреплена аллея на въезде в город. Конечно, красивая очень аллея. И мы всегда с большим удовольствием занимаемся уборкой этой аллеи. Жителям тоже приятно, когда они проходят по этой аллее, когда проезжают мимо. Она зеленая, она красивая, она ухоженная». Школьники надеются, что горожане прислушаются к их просьбе, наведут санитарный порядок возле своих домовладений. И тогда Лобинск утвердится не только как самый зеленый город Кубани, но и самый чистый. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Студенты Лобинского аграрного техникума приняли участие в мероприятии в рамках всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Его организовал Центр досуга молодежи «Портал». Актуальные для молодежи темы обсудили представители психоневрологического диспансера и отдела наркоконтроля Лобинского отдела МВД. Подробности в сюжете. Одно необдуманно принятое решение может испортить всю последующую жизнь. Каждый должен знать, какие последствия ожидают любого, кто так или иначе соприкоснется с наркотиками. Еще раз предупредить молодежь о пагубном воздействии белой чумы 21 века. Для этого Центр досуга молодежи «Портал» организовал мероприятие в рамках всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, алкоголя и табакокурения, Центр досуга молодежи «Портал» проводит систематически с целью привлечения молодежи к здоровому образу жизни. То есть в своей работе мы ставим проблемы осведомленности молодежи в наркомании. То есть осведомлен, значит вооружен. Серьезный разговор со студентами учебного заведения начал директор. Ведь именно в молодые годы часто совершаются поступки, за которые приходится расплачиваться в течение всей жизни. Николай Гречан и постарался убедить своих воспитанников учиться на чужих ошибках и не допускать своих, тем более таких серьезных. «Когда человек начинает употреблять наркотики, это просто горе для родителей, горе для этого ребенка. И мы пытаемся все-таки студентам всех курсов, родителям, как уберечь себя, рассказать, как уберечь себя от этой беды. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вот каждого человека миновала эта участь. Мы стараемся вот эту серию своих мероприятий донести до родителей, до студентов, что этим нельзя заниматься. Мы стараемся научить студентов уберечь, как себя уберечь от этого. Мы стараемся, чтобы родители понимали, как увидеть это, как это предотвратить и так далее». Беседу продолжила оперуполномоченный по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Лабинскому району Юлия Захарченко. Она донесла до молодежи полную и всестороннюю информацию о последствиях, которые неизбежны за употребление или распространение наркотических веществ, о неотвратимости наказания и реальных сроках. С медицинской точки зрения об употреблении наркотических веществ, в том числе и спайса, рассказала представитель психоневрологического диспансера Светлана Полуполтинных. «Я им рассказываю о тех последствиях и о том, как это влияет на молодой организм, о том, что молодым людям, мальчикам предстоит идти в армию служить, ну и вообще, как в общем складывается дальнейшее их состояние здоровья, насколько это паумно влияние употребления, даже однократного употребления тех солей, которые сегодня распространяются возможными способами через закладки, что вызывается моментальная зависимость, формируется в организме, которая не проходит бесследно для молодого организма, да и в общем для организма человека в целом. «Предупреждаем сегодня детей, как они должны себя вести, что должны на все провоцирующие их провокационные вопросы говорить и предложения говорить отказом, иметь свою точку зрения, говорить, что им это не нужно, что они не будут употреблять наркотические вещества. Таким образом, не будет спроса, меньше будет предложения». Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». В последнее время среди молодежи большую популярность приобрели курительные смеси. В целях профилактики наркомании и табакокурения Управление по делам молодежи реализует проект «Береги себя». Одно из мероприятий состоялось в станице Владимирской. Специалисты Управления по делам молодежи встретились с молодыми жителями станицы Владимирской, чтобы обсудить проблему, с которой активно борются в России – распространение и употребление спайсов. «Скажи, спайсу нет» – так назвали это мероприятие. Проблема особенно актуальна в молодежной среде. Для некоторых подростков спайсы – легкая курительная смесь, которая, по их мнению, не наносит существенного вреда здоровью, в отличие от сигарет. Но это заблуждение. В ходе беседы школьникам рассказали о негативном влиянии на организм этой химической курительной смеси и других наркотиков, а также напомнили о пользе спорта и других увлечениях. Управление по делам молодежи реализует на территории Лобинского района проект «Береги себя», который направлен на профилактику о социальных явлениях подростково-молодежной среде. Данный проект мы проведем во всех поселениях Лобинского района. Встречаемся мы с молодежью, с подростками и говорим о страшной беде под названием курительной смеси «Спайс». Сегодня стоит острая проблема эта. И как никогда мы все вместе должны бороться, мы должны предупреждать наших подростков и молодежь, чтобы, не дай бог, они не столкнулись с этой бедой. Основные задачи проекта – формирование негативного отношения к наркотикам, расширение представления о пагубном влиянии психотропных веществ на организм, а также пропаганда здорового образа жизни. Школьникам продемонстрировали тематические видеоролики. К участникам мероприятия обратились учащиеся медколледжа. Студенты рассказали о том, какой вред здоровью наносят курительные смеси. Принимаю участие в акции «Береги себя» и стараюсь как можно подробнее донести информацию о нынешней беде под названием «Спайс» и о его пагубном влиянии. В завершении мероприятия всем присутствующим волонтеры раздали тематические информационные памятки. Школьников попросили не оставаться равнодушными, и если они владеют информацией о том, где торгуют смертью, сообщать об этом соответствующие службы. Этот выпуск новостей подошел к концу. О погоде расскажет Ирина Бирюкова сразу после рекламы. Всего вам доброго. До свидания.